Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрашворд. Сегодня вторник, 31 января 2023 года, 342-й день войны путинской России против Украины. Время 7 часов 27 минут по Киеву и Иерусалиму. И у нас на связи сержант Сбройных сил Украины, политик, мой друг Руслан Рогованов. Доброго ранга, Руслан. Доброго ранга. Во-первых, Руслан, я хочу поблагодарить, выразить огромную благодарность Саше Кушнарю за то, что он разместил реквизиты спецподразделения ХОРТ. Уже, вот вы видите, люди помогли. Огромное спасибо, Саше. И, друзья, обязательно подпишитесь на канал Александра Кушнаря. Ссылка будет в заголовке. Обязательно это сделайте, ребят. Присоединяюсь. И обычно, Руслан, мы заканчиваем нашу передачу сведениями из серии «Я не знаю, как на это реагировать», но сейчас я вынужден с этого начать. Дело в том, что, как сообщил информационный портал «Амваджи-Медиа» со ссылкой на высокопоставленные источники в Тегеране, дело в том, что Иран рассматривает Украину в качестве потенциального виновника атаки на Исфахан. Раньше были евреи виноваты, теперь во всем, теперь украинцы во всем виноваты. Я уже не знаю, как на это реагировать. Ну, более того, есть официальная нота заявленная. Я не знаю, как на это реагировать. Юра. А что на это реагировать? Я же говорю, есть уже официальная нота, уже официальное высказывание со стороны Тегерана в отношении Украины. Ну, как тут на это реагировать? Ну, пришел, ну, мы добежали, какие-то там беспилотники запустили и убежали. Ну, что еще придумать? Со стороны кого мы действовали? Со стороны Турции, со стороны Израиля, я же не знаю. Я не знаю. Ты меня спрашиваешь? По-моему, ты знаешь, вирус сумасшествия, он не только Россию поразил, там он распространяется, по-моему, по всему миру. Понимаешь, мне понравилась другая фраза, когда сказали, что в игру не наши дроны мы не знаем и вообще нет, а может играть не только одна сторона, а могут играть в все стороны. Ну, да. Вопрос к Ирану, но это не мы. Естественно. Но это все равно, что Украину, вон, осенью, что ли, летом обвиняли в том, что Украина подорвала Северный поток-2. Кеннеди случайно не вы убили? Казань брал, Астрахань брал, Северный поток не брал. Далее, еще одна эпичнейшая новость. Дело в том, что Дон Рамзан, Дон Кадыров, Дон, он обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли ему воевать против России. А теперь он заявляет, что Чечня, как отдельное государство, не может существовать, потому что само себя это государство не прокормит. Я хочу покомментировать слова, Дон, этого шизофреника, Дон, председателя правительства, Дон, в Польше, Дон. Он говорит, Дон, что надо поддержать Айчкерию, Дон. У меня вопрос, Дон, где вы были, когда мы воевали за Айчкерию, Дон, когда мы, Дон, отстаивали интерес независимости. Почему, Дон, европейское государство, Дон, в том числе и Украина, Дон, не поддержало нас, Дон. И сегодня другого вылечили, Дон, поддержать, Дон, несуществующие государства, Дон. И сегодня, Дон, как бы мы ни хотели, Дон, отдельные государства, как, Дон, мы никак не можем существовать, потому что полтора миллиона населения кормить, Дон, одевать, обувать, образовать, дошкольные, социальные вопросы, Дон, строительство, другие программы, проекты, Дон, нам, Дон, это не потянуло, Дон, я был, Дон, я, Дон, и нам не давали строить свое государство, именно вы. Я, Дон, не знаю, Дон, как на это реагировать, Дон. Опять мы виноваты, ну ладно, ну хорошо, одно обвинение больше, одно меньше, в принципе, не суть важна. А Дон не хочет сказать ничего по поводу заселения российской журналистки с НТВ, его аскерами в славном городе Меритополь, нет? Не хочет он рассказать? Следственный комитет уже сказал, что ничего не было. Ну, Следственный комитет сейчас продавляет НТВ, и, в принципе, не забывайте, что НТВ это один из основных каналов пропагандистов в том числе. Я так думаю, будет очень весело в данной ситуации. Да, ну и ну. Ладно, теперь серьезный вопрос. Дело в том, что вчера Джозеф Байден, он уже заявил, и это многие информационные агентства передали, что Соединенные Штаты не будут поставлять Украине истребители F-16. Руслан, но дело в том, что я далек от военного дела, но даже у меня возникает вопрос, а как танки, которые будут поставлять Украине и США, как они будут идти вперед без авиационной поддержки? Я, может, что-то не понимаю, но вот с моей точки зрения, танки без авиации – это всадник без головы. Или я что-то неверно понимаю? Юр, ну давай начнем с двух вещей. Могут ли танки сами работать в поле? Могут. Могут ли там выступать глазами дроны? Могут. А там другие системы наведения и так далее? Могут, могут. Является ли наличие самолетов комплексной системой в случае с работой с танками? Ну да. Если самолет с танками, то комплексная система, эффективность лучше, поражение лучше и так далее. Но что я хочу сказать. Байден и танки обещал нам не давать. И я напомню, что пакеты помощи, которые были подписаны, в большей степени подписаны благодаря республиканцам, а не вопреки. Которые, прежде всего, подавали эти пакеты на помощь. Поэтому вопрос в том, что на сегодняшний день в Америке в самой не совсем стабильная политическая ситуация. И выборы не за горами. Вряд ли Байден там что-то получит еще. То есть будем говорить. Учитывая, что танки обрамсленам обещают дать к концу года, то к концу года ситуация может поменяться. Она может получить и самолет. То есть я бы сейчас не ставил это как конечное решение. Я бы рассматривал это как за одно из заявлений Байдена, которое иногда противоречит сам себе. Но не иногда, а довольно часто. Руслан, я, конечно, понимаю, ты не летчик, ты пехотинец, но... Не пехотинец Путина, это я понимаю. Но все-таки, если обученного пилота, который привык управлять сушкой или мигом, его начать обучать управлению F-16, это приблизительно сколько времени займет? Я про украинец пилотов. Во-первых, кто вам сказал, что их не обучают. Во-вторых, кто вам сказал, что наши пилоты, никто из наших пилотов не работал на F-16. А в-третьих, кто вам... То есть с чего вообще такие подходы? Ну, период обучения, переобучения период будет, ну, там до двух месяцев, ну, до трех. И кто сказал, что он не вернется сейчас? Логично. Понятно. И теперь... По крайней мере, там американцы выделяли деньги на обучение пилотов. Я напомню. Отлично. Теперь вопрос вот какой. В Вашингтон-Пост появилась интересная статья о том, что Китаю выгодна затяжная война в Украине, ибо это отвлекает Запад, пока Китай получает энергию по низким ценам из России. И Си Цзиньпин не хочет идти против Путина, и не хочет идти против Запада. И вот Китаю выгодно там, где Китай интересует только его выгода. Ты согласен с этим? С выводом, да. А все остальное Вашингтон-Пост уже как газета, правда. Чем дальше, тем больше. Или газета Труд. Я напомню, как там в Советском Союзе ходила поговорка. Газета Правда, где нет известий. Газета Известий, где нет правды. И газета Труд, где нет известий, неправды. Вот примерно сейчас скатываются так все СМИ, в том числе и Вашингтон-Пост, который там сейчас чаще больше высасывает из пальца какую-то аналитику пытается сказать. Смотри, то, что Китай не хочет ввязываться в конфликт ни с Россией, ни с Западом, ну логично. То, что Китай всегда в своей политике выбирает путь, который более лучше для самого Китая, невзирая на окружающую среду, ну логично и правильно. А то, что Китай сейчас заинтересован в затяжной войне в Украине, ну ему все равно. В данном конкретном случае. Договор уже подписан, Россия поставляет, будет поставлять эти энергоносители. Тут вопрос, понимаешь, перекрученный сам по себе. Россия вынуждена поставлять дешево в Китае, но зарабатывать на объемах, потому что Запад не покупает. Вопрос же не потому, что Запад не покупает, а потому что война в Украине затяжна. Потому что Запад встал на сторону Украины с точки зрения защиты ее от России, да, и идут санкции. Ну плюс идет передел рынка. И Запад борется с правительством Путина, а не с Россией. В данной ситуации Китай получает, ему хорошо. Заинтересован в ее затяжной войне? Да нет, не заинтересован. Потому что, прежде всего, затяжная война бьет по экономике Европы, которая является одним из основных покупателей продукции Китая. А в Китае перепроизводство. Да? То есть, получая даже дешевой носитель, ему продавать некуда. То есть, заинтересованы? Ну, думаешь. Нельзя только упрощать. Соглашусь. Ну а теперь стандартный вопрос. Что сейчас происходит на фронте? Максимальная попытка занять Бахмут, занять Олидар. На Бахмуте, кроме Вагнеровцев, сейчас уже работают, в том числе, и десантники российские. Видно по технике. Потому что, когда штурмовали Соллидар, практически техники не было. Вагнеровцев, то сейчас сзади них, то есть, идет, как всегда, вагнеровский биомусор, который они сбрасывают в первых рядах, потом идет вагнеровская элита. Сзади вагнеровцев сейчас зайдут элитные российские части. Которые, в принципе, не особо сильно спешат вступать в бои. Говорим откровенно. Поэтому позиционная война может даже затягиваться. На Олидарском направлении, опять же, не вагнер с российской, российские десантники пытаются продавить оборону. Ну, сами пишут в своих пабликах, что Украина подтянула, я же в РПП подчеркнула, это они пишут в своих пабликах, что Украина подтянула резервы, и теперь возможности у них Олидар быстро взять нет. Но глобально очень тяжело на всей лине фронта. Особенно в Донецком направлении, Донецком-Улганском, где они наращивают свое присутствие и пытаются продавить нашу оборону. Чмобики по-прежнему вступают из России? Ну, это же не чмобики, это же сформированные регулярные части, которые заходят на территорию Улганской области, и так понимаю, что мы все будем ждать и на Донецкой, и на Донецкой области их. Они продолжают свою тактику разминирования минных полей своими? Там, где присутствуют вагнеры, там постоянно такое происходит, там, где зависимость от пехоты, зависимость от наступления, от направления наступления. Это не единичное случая, Юр. Ну, то есть ничего в российской тактике не меняется. А их тактика забрасывать прорывы обороны группами по 140-160 человек, это по-прежнему так? Да, они и так и продолжают. Там группа дробится до 8 человек, причем, если я говорю, то есть там у тебя 8 человек выходят в поле, доходят до точки, даже если они там погибают, они вешают белый флаг, вторая группа идет, то есть потом это накрывается всеми минным огнем, артиллерийским. Вторая группа заходит до этой точки, начинает от нее двигаться вперед и так далее и тому подобное. То есть у них не меняется сейчас. Они пытаются массированно продавить оборону маленькими группами. Вопрос такой. Я с удивлением обнаружил, что вчера, я смотрю серьезные телеграм-каналы украинские, и не было вчера информации о авианалетах со стороны России по гражданским объектам. Я пропустил или они были? Там не говорилось, что их не было. Они обычно публикуют... Еще раз, я обратил внимание, что вчера серьезные телеграм-каналы не публиковали карты авианалетов по мирным городам Украины. Я что-то пропустил или их действительно вчера не было? Авианалеты либо ракетный удар? Нет, вчера ничего не было по ракетным ударам. Ракетные удары были позавчера ночью, был удар по Харькову, но это С-300, который по баллистике со стороны Белогорода. Ну, то есть это такие ракеты, те, что в доме в Днепре глупили и так далее. Такие ракеты бывают на Херсоне, но это не ракеты, которые дальнего действия, которые заходят на бомбежку Украины, да? По сути дела на разрушение инфраструктуры нет. Ты с чем-то это связываешь, как ты это объясняешь? Кончается боезапас или что? Нет, Юра, они не каждый нас обстреливают с ракет. Когда обстреливают, тогда печатают. Но вчера не было выхода ракет, ну что печатают? Это ни с чем не связано вообще. Понятно. Вообще ни с чем не связано. Ракеты не клепают. Не надо думать, что у них они закончились. Понятно. Ну, риторический вопрос. Сейчас уже многие заявляют, что россияне в течение ближайших двух-трех недель могут начать массированное наступление к сакральной дате 24 февраля. Украина готова? Мы готовы. А Россия может или не может? Ну, может, конечно. Но мы готовы. Понятно. А еще бы нам бы помощь быстрее пришла, было бы вообще прекрасно. Понятно. А не потом когда-нибудь. Ясно. Руслан, спасибо огромное за интереснейшую беседу. Друзья, спасибо вам всем за бесценную помощь спецподразделению ХОРД. Спасибо отдельное Саше Кушнарю за то, что он разместил ссылку на реквизиты спецподразделения ХОРД. Друзья, мы приближаемся к тому, что наконец-то хлопцы смогут приобрести себе антидроновые ружья. Это необходимо для того, чтобы сохранить их бесценные жизни. Они всех нас защищают. А посему слава Украине! До встречи, друзья, до завтра, пока!